Посмотрим, как связаны между собой интерес к политике, участие в демонстрациях, возраст и еще ряд переменных, которые мы не рассматривали в разделе «Описательные статистики». Для этого обратимся к методам парной связи. Для нас наибольший интерес представляет именно переменное участие в законных демонстрациях, возраст и интерес к политике для нас будут являться как бы объясняющими переменами. Понятно, что возраст является самой фундаментальной из этих трех переменных и возраст потенциально влияет на интерес к политике. Давайте для начала эту парную связь и рассмотрим. Выбираем опцию «CrossTabs». По строкам располагаем как раз переменную возраст, поскольку по строкам обычно располагаются объясняющие переменные. Интерес к политике расположим в столбцах. Запустим по умолчанию. Получили достаточно объемную таблицу сопряженности. Для этой таблицы сопряженности нельзя визуально сделать вывод о том, есть связь или нет. Поэтому нужно прибегнуть к мерам парной связи. Однако надо учесть тип шкалы используемых признаков. Причем усчитывать следует и ориентироваться на более низкий тип шкалы. То есть в нашем случае мы имеем возраст, это интервальная переменная, и интерес к политике, это ранговая переменная. Считается, что самый низкий тип шкалы это номинальная. Выше это ранговая, еще выше это интервальная. Следовательно, в нашем случае мы должны ориентироваться на более низкий из двух типов, а именно на ранговый тип шкалы. Для ранговых шкал применимы хик-квадрат и ранговые коэффициенты спирмана, кэндала. Еще раз заходим в кросс-тапс, в статистикс. Спирман находится в опции correlations. Кэндл вызывается отдельными галочками, хик-квадрат вызывается отдельной галочкой. Запускаем. Видим, что есть связь с точки зрения хик-квадрата и с точки зрения ранговых коэффициентов. Однако связь технически слабо отрицательна. Почему технически? Потому что у нас технически интерес к политике закодирован в обратном порядке. То есть низкий ранг соответствует...